Вакцинация у нас проходит в два этапа. Первый раз делаем вакцину внутримышечно. Через три недели мы делаем второй дозу вакцины, другой немножко компонент. Вакцина не живая, лишь поверхностный белок С в нее входит, поэтому никаких реакций почти что у нее нет. Она легко переносимая вакцина. Подготовиться к прививке просто. Принять душу в первую очередь, потому что потом нельзя три дня мочить руку будет. Во-вторых, принести с собой документы. Полис, паспорт снился обязательно, потому что потом формируется сертификат прививочный, а он происходит только при наличии снился, через госуслуги формируется. Поэтому снился обязательно принести. Там рекомендуется не перегреваться после этого, чтобы не провоцировать подъем температуры. Не надо ходить в баню, в сауну, не надо употреблять алкоголь тоже три дня после вакцинации и больших физических нагрузок избегать. Но сразу на огород после вакцины желательно не бежать и не копать землю. Немножко отдохнуть. Легкие, но обычный физический, легкий труд разрешен. То есть на работу ходить можно, все делать можно. Физически просто тяжелые вещи не делать. Подъем температуры может быть. Обычно он не очень высокий, но в принципе до 39 все равно может подняться. Держится недолго. Обычно несколько часов. И уже через сутки никаких нет симптомов. Если температура поднялась, надо принять парацетамол или ибупрофен, ну и любой жароподнижающий препарат. Обычно этого достаточно. Температура нормализуется и больше не поднимается. Редко, когда до трех дней бывает субфибрильная температура с ламотой 37,2. Если ламота, температуры нет, но плохое самочувствие тоже можно принять, нестероидное и противовоспалительное. То есть вот тот же парацетамол можно использовать. В принципе, очень редко требуется вмешательство медиков. То есть было, наверное, два случая, когда было 39, три дня. Ну это вот... Тогда, конечно, можно обратиться к врачу и получить помощь медицинскую. К сожалению, мы никак на этот процесс повлиять не можем, потому что это определяет ФМБА, вакцину закупает и отправляет на места ФМБА. В данной ситуации на сегодняшний день нет никаких сведений о том, что он что-то закупит. Но мы не знаем, может быть, и закупит, и пришлет и ПИВАК. Сейчас пока КВИВАК на испытаниях, а так пока только спутника. Да, противопоказания есть, но их немного. В основном это неработающий иммунитет, какие-то аутоиммунные заболевания, иммунодефициты типа ВИЧ и какие-то лечебные мероприятия у больных, например, у онкологических, когда проводятся тоже цитостатики, иммунодепрессанты и так далее. Ну это врач определит. Лучше, конечно, обратиться, если есть серьезное заболевание, то обратиться к своему лечащему врачу, и он определит, можно или нельзя делать прививку, даст бумажку, что можно. И тогда подходить ко мне в кабинет, и я провожу вакцинацию. Противопоказаний практически для аллергиков существенных нет. Есть ограничения для серьезных аллергических проявлений, типа анафилоксического шока, когда человек после чего-либо попадал в реанимацию с анафилоксическим шоком. Вот им не рекомендуется в принципе делать эту прививку. Если человек просто аллергик, например, поленоз весенний или осенний, летний, то мы рекомендуем делать вне поленоза, вне обострения, ну и так далее. Любые другие проявления аллергии. Если нет вот сейчас никаких проявлений, можно делать. Ну и еще компоненты просто вот конкретно этой вакцины, она сделана на базе аденовируса, коренного белка. Если вот не переносит человек что-то, не привносит прививку от гриппа, например, была какая-то аллергическая реакция на вакцину от гриппа, то тогда и эта вакцина тоже противопоказана, потому что она сделана на той же базе, что и гриппа. Если все переносилось хорошо, обычно эта вакцина переносится хорошо. Антитела вырабатываются постепенно. Первые 21 день – первая фаза. Вторую вакцину мы делаем, стимулируем, вырабатываются более активные антитела. То есть мы дважды делаем стимуляцию иммунитета. И где-то на 42-й день идет максимальный уровень антител от вакцины. Сколько он будет длиться, не знает никто. Ни один иммунолог. На сегодняшний день делаем массу исследований иммунитета у пациентов. Но есть люди, у которых и через год держатся иммунитетом. Ну, во всяком случае, от болезни. А у некоторых падает. По-разному все. То же самое и с вакциной. У некоторых он держится длительный, может быть, год. Но никто не знает, поскольку год-то еще практически не прошел. А полгода обычно держится. Ну, дальше посмотрим. Перед повторной вакцинацией будем проверять, конечно, смотреть. Дальше у нас еще полных сведений нет, насколько долго он будет длиться. Тем, кто приболел, можно прививаться через полгода официально. До этого времени просто официально не рекомендуется. Хотя есть отдельные исключения, когда человек делает антитела опять к ковиду и определяется, что они отрицательные. Тогда мы можем сделать вакцину и раньше. Но это надо принести результат исследования на антитела. А так после полугода мы прививаем всех, кто захочет. Хотя, конечно, рекомендуется тоже сделать через полгода антитела, убедиться, что они отсутствуют, и тогда делать прививку. Потому что очень у многих антитела и через год после болезни присутствуют и в достаточно высоком титре. Антитела у нас есть вот в данной ситуации от ковида трех видов. Как бы иммуноглобулины М, они говорят о том, что в крови в настоящий момент присутствует вирус. То есть человек болен ковидом. И у него в этот момент иммуноглобулины М. Когда он выздоравливает, иммуноглобулины М исчезают, когда вируса нет в крови, появляются иммуноглобулины G. И они стоятся долго. Неограниченно долго. Мы точно не знаем, насколько. Может, на всю жизнь. И они говорят о том, что в анамнезе был ковид перенесенный. И к нему есть иммунитет. И еще есть иммуноглобулины к белку С. Спайковый белок С говорит о том, что человеку была сделана вакцинация от ковида. Вот если он есть, присутствует в крови, то, значит, есть иммунитет, искусственно вызванный вакциной. Люди идут на прививку на сегодняшний день. Но очередь мы побороли. Мы выводили до четырех врачей одномоментно на вакцинацию. И очередь, которая существовала в пределах трех недель в начале вакцинации, на сегодняшний день рассосалась. То есть фактически мы можем на сегодняшний день записать буквально через один, два, три дня вперед и сделать вакцину. Но статистика около 13,5-14 тысяч на город привитых на сегодняшний день. Частично где-то тысячи полторы в первой фазе находятся. То есть сделана только одна вакцинация. Остальным сделано уже две. Раньше мы записывали в основном по телефону в 460-м кабинете. Сейчас мы наладили уже этот процесс, поэтому можно записаться на портале пациента, можно записаться через регистратуру, можно записаться по телефону и можно записаться прямо в 460-м кабинете прививочном. По телефону в регистратуру 955-11 или по телефону 955-49 в прививочный кабинет.